Здравствуйте! Вы смотрите программу «Город. Действующие лица». С вами я, Артем Никитин. И хочу первым делом спросить вас, вы когда-нибудь были в музее ночью? Ну, наверное, если вы не охранник или не директор музея, то вряд ли вам представлялась такая возможность. Возможно, это только раз в году. Именно в мае, именно в ночь музеев, которая скоро грядет. Все началось в Берлине почти 20 лет назад, и сегодня охватило практически весь мир. Каждую весну мировые музеи распахивают свои двери, бесплатно показывают шедевры живописи. Люди выходят на улицы, творят, пишут, рисуют, танцуют, поют. В общем, это большой такой праздник творчества и искусства вообще. И вот в эту субботу Краснодару, в том числе и всему миру, как и всему миру, предстоит снова восхититься тем, что нам приготовили музей. Чтобы заглянуть в это недалекое будущее, я пригласил в студию руководителя самого крупного музея нашего региона. Сейчас у меня в гостях Андрей Корякин, директор музея имени Фелицина. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Первым делом хочу спросить, конечно, о том, чем нас будет радовать музей Фелицина в эту ночь. Ну, готовились долго, основательно. Грандиозные будут мероприятия. В двух словах, можно разделить сами мероприятия, которые будут проходить рядом с музеем в сквере имени Жукова и в самом непосредственном здании. То есть музей выходит на улицы? В основном, да. Музей выходит на улицы, музей выходит в массы. В этот год у нас красной нитью проходит война, Великой Отечественной война, годовщина Великой Победы. Соответственно, тематика, выбранная в эту ночь музея, будет посвящена именно празднованию годовщины Великой Победы. Очень тезисно. Ночь музеев у нас начинается с 7 часов и начнется она с парада курсантов, наших казаков. Будет мероприятие по возложению цветов. Это вот как раз венка в сквере Жукова. Да. Самая концертная программа с участием наших краевых профессиональных творческих коллективов в парке будет представлена. Будет достаточно много интерактива. Будет военный полевой госпиталь, выставка военного оружия. С нами также будет участвовать непосредственно музей почты со своей выставкой. Будет представлено несколько видов ретроавтомобилей, в том числе ЗИС, знаменитый 5, американские Виллисы. Это из вашей коллекции? Это не наша, к сожалению, коллекция, но мы сотрудничаем с клубом ретроавтомобилей и любезно они согласились поучаствовать в нашей ночи музеев. Будет ли что-то еще такое, что в течение всего года не увидишь никогда? Я думаю, наверное, в течение всего года само мероприятие такое мы повторить не сможем больше никогда, потому что очень много людей задействовано, достаточно большая сумма выделена средств на эту ночь музеев. В залах самого музея будут уникальные встречи с людьми, с ветеранами. Мы представляем уникальные выставки. В ночь музеев у нас завершается короткая акция, но хотя, думаю, может мы ее и продлим. Во имя живых и во имя павших. Мы собираем фотографии участников Великой Отечественной войны вместе с аннотациями и лучшие фотографии мы выставим на ночь музеев, чтобы наши граждане могли посмотреть на них. То есть горожане могут принести вам фотографии своих родственников? Уже приносят. Уже приносят. Да. И из них будет создана выставка. Мы соберем выставку, да. То есть каждый может сказать... Каждый может, да. Я хочу сам лично поучаствовать в этом. У меня дедушка капитан, царство ему небесное, ветеран Великой Отечественной войны. Поэтому я хочу, чтобы он тоже был на этой выставке. Я думаю, что мы эту акцию продлим на какое-то время и к концу года сделаем уже масштабную выставку. А вы все фотографии используете или будете выбирать все-таки что-то отсеивать? То есть не все попадут. Ну, у нас будет определенный отбор, конечно. Если говорить вообще о ночь музеев, мы сейчас покажем кадры 2014 года, посмотрим, как это было. А я бы хотел, чтобы вы коротко рассказали, может быть, вы знаете, что ваши коллеги будут делать, что вообще будет происходить в Краснодаре. Ну, буквально в двух словах, естественно, практически все краевые учреждения будут участвовать, краевые учреждения культуры будут участвовать в ночи музеев. И прежде всего, мои коллеги, которые работают в краевом выставочном зале и в художественном музее имени Коваленко. В художественном музее имени Коваленко также будет работать новое здание. Там будет достаточно солидная экспозиция, посвященная искусству живописи Кубани XX века. В старом здании будет работать фондовая выставка, посвященная Великой Отечественной войне и достаточно много интерактивных мероприятий. В выставочном зале будут работать аж четыре выставки. Это живопись, графика, фотовыставка и плакаты времен Великой Отечественной войны. Впрочем, все выставки посвящены в выставочном зале и будут тематике войны. Насколько я понимаю, вообще все выставки бесплатны в этот день? Да, благодаря Министерству культуры, поддержке Министерства культуры. И в этот раз нам удалось сделать посещение для наших горожан бесплатно. Абсолютно бесплатно. И до скольки же ночи можно прийти в музей? Пока планируем до часу ночи. До часу ночи? Да. Я думал, вообще всю ночь можно до утра провести в музеях. Но, к сожалению, как показывает практика, в 12 часов в час ночи поток посетителей у нас уже заканчивается. И поэтому смысла дальше работать нет. Вот мы с вами сейчас путешествуем во времени, можно сказать. То вот 14-й год у нас на экране, то мы вот вперед забегаем в предстоящую ночь музеев. И мне вспомнилось, что я видел блоги в соцсетях, которые появились недавно. И это блоги музея, но называются они «Путешествия во времени». Это что? Значит, что машина времени у вас, может быть, появилась в музее? Что это означает? Ну, в принципе, вы правы. Мы сейчас разработали новую пиар-концепцию и активно пытаемся работать с интернет-сообществом. И в рамках этой нашей новой концепции мы хотим, чтобы музей у наших граждан ассоциировался как некая машина времени. И на самом деле оно так и есть. Потому что, посетив наш музей, мы можем окунуться и в эпоху Великой Отечественной войны, это 20-й век. А можем окунуться и в античный период, Древняя Греция, Древний Рим. Мы можем окунуться и в Средневековье. Я бы хотел, чтобы вы сейчас показали кадры, которые есть в интернете по этой теме, как выглядит новое лицо музея. Что будет ли меняться что-то внутри? То есть, это вот образ, а будет ли меняться что-то внутри? Ну и вообще, в подходе к музейному делу. Мы активно сейчас работаем с нашими партнерами, которые помогают нам наполнять и делать наши группы ВКонтакте и Фейсбуке достаточно интересными для посетителей. Прежде всего, мы хотим наших граждан, то есть, та аудитория целевая, которая у нас часто посещает интернет-сайты, ну, в общем, все интернет-сообщество, да, перенаправить на музей. То есть, мы хотим через соцсети показать, насколько музей — это уникальное и интересное учреждение. — Будет ли что-то меняться в самом музее? Ведь музеи мира идут в сторону того, что можно многое потрогать, идут в сторону технических новинок. Буквально сейчас мы посмотрим сюжет из мировых музеев. Будет ли что-то такое в Краснодаре? Планируете ли вы изменения в эту сторону? — Естественно, планы есть, планы есть грандиозные. Сейчас современный мир, в том числе и музеи, идут далеко вперед. Очень много нового интересного интерактивного оборудования. К сожалению, сразу все разом мы приобрести не можем, но постепенно мы прикладываем много усилий, мы планируем. Что это, например, будет? Или давайте так, сначала посмотрим то, что делают в мире, а вы расскажете то, что у вас. Ну, я понимаю, что, может быть, не всегда правильно приоткрывать завесу, но хотя бы немного хочется все-таки услышать конкретику. Смотрим сюжет. Экспонаты в музеях ценятся своей подлинностью, но только не в музее лжи. Такое открыто в Броденбурге. Создатели этого заведения с гордостью уверяют, все экспонаты, представленные в залах, — подделки. Обман начинается с самого здания. Кажется, это старинный замок. На самом деле строение нашего времени. В музее 10 комнат, каждая из которых заполнена оригинальными экспонатами. Тут и действующий ковер-самолет, отрезанное ухо Ван Гога, радиостанция с Титаника и личные вещи его пассажиров. Также найдутся даже накладные усы Гитлера. И это далеко не все. Ведь полет фантазии создателя музея Райнхарда Цапка безграничен. В прошлом он известный в Германии художник. Убежден, что грань между правдой и ложью в жизни часто бывает размытой. И это особенно актуально в сфере искусства. Ведь оно само по себе иллюзия. Не удивляют посетители тишина и спокойствие в стенах музея Пенсильвании. Еще бы, ведь это музей шепота. Атмосфера здесь специфическая. И этому немало способствует архитектура. Ведь музей расположен в старом помещичьем доме. Высокие потолки. На стенах висят темные деревянные полки, на которых расставлены склянки с различными заспиртованными патологиями. Зрелище не для слабонервных. Еще более жуткое и интереснейшее явление можно лицезреть в музее человеческого тела в нидерландском городе Лендлин. Само здание представляет собой 35-метровую фигуру человека, где на каждом этаже можно увидеть, как выглядят изнутри и функционируют различные человеческие органы. В музее демонстрируются процессы, происходящие в организме человека. Размножение, дыхание, пищеварение, травмы того или иного органа. Это познавательное место по праву считается одним из самых необычных музеев мира. Показать это невозможно, но в Хорватии уж постарались. В стране открыли музей несчастной любви. Коллекция, посвященная неудачным любовным отношениям, состоит из предметов, которые пожертвовали музеи бывшие возлюбленные. Экспонаты музея бывают весьма оригинальными. Здесь и разбитый скутер Веспа, приобретенный для любимого человека, но пострадавший после расставания. И кофемашина, оказавшаяся в экспозиции просто потому, что любимый предпочитал кофеин возлюбленный. К слову, создатели экспозиции уверены, посещение музея может иметь терапевтический эффект для людей, переживающих разрыв. Но по статистике посетители музея составляют три категории. Это просто любопытные люди, также те, кто переживает разрыв и страдает, ну и, наконец, те, кто сам пополняет музейное собрание. Вот такое собрание необычных музеев. Не пришло идеи, как можно, может быть, использовать что-то и у нас. Очень интересный был сюжет. И на самом деле в мире очень много интересных музеев и много интересных выставок. Они очень разной направленности и посвящены разным тематикам. У нас, так или иначе, краевое учреждение, и оно, прежде всего, связано с краеведением и с историей. И у нас есть, естественно, свои особенности, свои сильные и свои слабые стороны. Поэтому каких-то, вот, сделать какие-то выставки, ну, может быть, как сделали музей, да, в нашей коллеге, да. То есть нам достаточно сложно. Но, тем не менее, в рамках этого мы можем попытаться что-то сделать. Буквально в прошлом году с нашими партнерами мы проговаривали по поводу того, чтобы создать музей интернета. Вообще в России и, в частности, на Кубани. То есть я считаю, что это достаточно интересная и современная идея, и это может получиться достаточно неплохой проект. А что вот краснодарцев привлекло бы в музеи, мы узнаем после короткого перерыва. Мы спросили прямо у них на улицах города. Оставайтесь с нами, вернемся в студию буквально через пару минут. Итак, ночь музеев предстоит Краснодару и всему миру. В ночь субботы на воскресенье в гостях у меня Андрей Корякин, директор Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицина. Давайте сразу начнем с краснодарцев и посмотрим, что бы они хотели видеть в музеях, зачем бы они туда пришли. Какую-то новинку, что-то новое, что у нас еще не было. Возможно, живые фигуры. Да, вот музей живых фигур хотела бы увидеть. Иногда привозят в наши музеи, вот недавно был Шагал, еще что-то. Но на самом деле это были копии такие, и как-то не хочется. Если мы живем в провинции, не надо нам показывать какие-то копии. Привезите нам нормальные. Только что вернулся из Санкт-Петербурга, и в русском музее сделали они приложение для смартфонов, для iPad, в котором считываешь QR-код, и тебе четко расскажут по всей экспозиции, что есть что. И, собственно, привлечение новых технологий, новых устройств, которые можно использовать для более детального понимания, что это вообще происходит на выставке, что это такое. И, собственно, привлечет молодежь. Это интересно. Ходишь, ты все понимаешь, что происходит. Может, еще не про Вторую мировую войну. Сейчас очень много об этом говорят, и очень популярно стали развивать вновь эту тему. Я думаю, это было бы, наверное, наиболее интересное. С чего начиналась Кубань территориально, географически? Вот это было бы интересно. Может быть, это есть где-то, но я не уверен в этом точно до конца. Ну вот, я думаю, есть интересные идеи. Так все-таки, с чего начиналась Кубань, я думаю, представлена главным музеем Кубани. Это можно посмотреть, конечно. Есть выставка на рубеже веков. Там история Краевения, история Кубани, культура, быт, оружие, вооружение. Это все можно посмотреть. Очень интересное мнение наших граждан, и я с ними полностью согласен. Как в отношении нового мультимедийного и информационного оборудия. Мы, кстати, в этом году, опять же, несмотря на определенные финансовые затруднения, то есть мы выделяем более 3,5 миллионов рублей, опять же, при поддержке Министерства культуры Краснодарского края, на замену и инновации. А что это будет? Это будут какие-то экраны? В основном, да. Это телевизионные экраны, это тачскрины, это проекторы. Сейчас это модно, и я считаю, что ту информацию, которую могут передать нам мультимедийные технологии, мы не должны ее скрывать, и мы должны ее сделать доступными для наших посетителей. То есть уже в этом году вот эти технологии должны прийти в музей? Дай бог, все получится осенью. Я думаю, мы это все поставим на нормальную новую. Вот, кстати, немногие ведь знают, вот как и последний наш респондент, говорит, я не знаю, представлено ли это где-то. Немногие знают, что музей Фелицина, это не только вот здание на Гимназическое в Краснодаре, но и еще филиалы по краю. Мы сняли видео ваших филиалов, и я бы хотел, чтобы мы сейчас его увидели, а вы рассказали о том, что мы видим. Хорошо. Итак, что здесь мы видим? Ну, насколько я понимаю, это историко-археологические музеи в городе Аннапа. Да, абсолютно верно, да. Это наш аннапский филиал, музей-заповедник. На самом деле, это целый музейный комплекс. Это музей на набережной историко-археологические, краеведческие музеи в центре города. Вот такие настоящие действия, не просто экспонаты или там древние колонны, но вот такие действия там проходят. Это театрализованное шоу, абсолютно верно. Я так понимаю, это шоу было прошлым летом. И аналогичное шоу мы планируем делать и в этом году. Смотрим следующее видео. Что еще? Из Тимошевска, насколько я знаю. Или нет, это неправильно? Ну, сейчас посмотрим. Так, ну, насколько я понимаю... Музей семьи Степановых. Да, это мемориальный музей семьи Степановых. Это, опять же, да, абсолютно верно, это целый музейный комплекс. Он состоит из подворья семьи Степановых и мощной основательной экспозиции в центральном здании музея. Это особенный музей. Ну, я думаю, все краснодарцы знают и жители нашего края о знаменитой семье Степановых и о трагедии семьи Степановых. Которая потеряла девять сыновей. Абсолютно верно, да. В Великой Отечественной войне. В Великой Отечественной войне. И, насколько я знаю, там восстановлена прямо вот обстановка тех довоенных лет, да? Когда семья жила... Абсолютно верно, да. Вся целиком вместе. Сами постройки сохранились, воссоздали обстановку. И вообще там экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Там очень хорошо трагедия показана. Именно русского народа, советского народа. Смотрим следующее видео из Темрюка. Музей «Военная горка» наш знаменитый в Темрюке. Музей «Военная горка» располагается на природном памятнике. Это бывший вулкан. Там представлены образцы как старой, я имею в виду техники времен Великой Отечественной войны, так и современной военной техники. То есть это музей под открытым небом, и там только техника. Абсолютно верно, там только техника. В этом году мы планируем сделать еще настоящую оборонительную линию, копию времен Великой Отечественной войны. И осенью мы планируем организовать фестиваль реконструкции на территории музея «Военная горка». А что это будет? Расскажите немножко подробнее. Это будут бои исторические. Какое время будет представлено? Мы это попытаемся приурочить к дате освобождения Краснодарского края и освобождению от фашизма Таманского полуострова. То есть там будут восстановлены события, именно связанные с освобождением края. Абсолютно верно, да. События, свежие с освобождением края. В октябре? Сентябрь-октябрь. Приблизительно так. Ну что ж, будем следить за анонсами. И еще один филиал. Переместимся в Тамань. Там, где был Лермонтов, насколько я знаю. Тамань – это тоже достаточно мощный музейный комплекс. Сейчас как раз показан памятник федерального значения Германаса. Это историко-археологический музей в Тамане. А также в Тамане, вот он как раз представлен, музей имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Там воссоздана, опять же, обстановка и показана история пребывания великого поэта и писателя на Тамань. Ну вот уже даже можно сделать такое небольшое путешествие, только если даже вот затронуть филиалы. Очень кратко, конечно, можно. Музея, вполне. Вот вы сказали о сентябре-октябре, ну а летом музей будет отдыхать или у вас тоже предвидится работа? Музей работает. Музей активно работает и на праздники, и на новогодние, и на первомайские. Что планируете? Что планируем? Вообще, я считаю, что музей традиционно должен собирать и сохранять экспонаты, то есть передать то культурное, материальное, духовное наследие нашим потомкам. Но в данном современном мире музей еще должен популяризировать, нести такую просветительскую функцию, прежде всего для молодежи. Летом мы планируем работать в детских лагерях, прежде всего. В этом году совместно с Министерством культуры и Министерством образования мы согласовали дорожную карту, вот поезд времени, и наш музей выезжает с передвижными выставками по районам края. Мы попытаемся охватить все районы Краснодарского края в этом году. А экспедиции будут продолжены этим летом? Я знаю, что и подводные были экспедиции у вас. В этом году мы планируем поднять орудия Великой Отечественной войны. Ориентировочно пока планируем это сделать в июле месяце ЗИС-3 и установить его в Темирюкском районе на территории Музея Военной Горки. Также мы планируем этнографическую экспедицию на территории нашей Братской Республики Адыгеи. Что это значит? Вы будете искать песни или какие-то предметы бытов? Комплексная этнографическая экспедиция включает в себя некое исследование, начиная от природы какой-то территории, культуры, быта, в том числе фольклора, и изучения экспонатов, традиций, каких-то, может быть, местных особенностей. У нас осталось буквально 30 секунд. Я бы хотел, чтобы в завершении вы сказали о чем-то самом интересном, что вы считаете будет в ночь музеев с субботы на воскресенье, что стоит посмотреть, самое главное, в этот день, точнее, ночь. Ну, все, наверное, на мой взгляд, будет достаточно интересно. Я, прежде всего, хотел пригласить наших посетителей имени Всквер, имени Жукова, потому что те ретроавтомобили, которые он видит, сама концертная программа, само действие, масса интерактива будет, бесплатные фотографии, караоке, ночной кинотеатр. То есть это все будет только в ночь музея. У меня в гостях был Андрей Корякин, директор Краснодарского краевого государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицина. Что ж, встретимся в субботу в ночь с 16 на 17 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова